всем привет с вами ирина и канал my diy life и это садовый влог у меня в саду очень много роз но во второй половине лета в августе байл правит у меня в саду не розы а клематисы и гортензии про клематисы я вам уже рассказывала в предыдущих влогах но сегодня хочу провести маленький обзор экскурс так сказать по тем гортензиям которые растут у меня в саду безусловно самая обсуждаемая гортензия наверное в комментариях под моими видео это гортензия крупнолистная гортензия макрофилла у которой я сейчас стою она зацветает самой первой уже начиная с июля она радует меня пышным обильным цветением я уже много раз рассказывала про то как я за ней ухаживаю особенностью в том что она цветет только на побегах прошлого года и поэтому если вам не удалось сохранить побеги зимой то к сожалению цветение гортензии вы не дождетесь я уже рассказывал как я сохраняю побеги поэтому не буду повторяться расскажу кстати интересную историю именно гортензия макрофилла была самой самой первой гортензию которую европейцы открыли среди всех видов гортензии и само ее название связано с достаточно романтичной историей это была первая кругосветная французская экспедиция если я не ошибаюсь и члены этой экспедиции приехали на остров маврикий они отдыхали у какой-то шишки острова я не помню у него была должность но в общем какой-то главный распорядитель который на острове всем заведовал и они гуляли по его парку и увидели очень красивый кустарник с необычными цветами голубыми розами это было именно гортензия макрофилла и пока не гуляли по парку один из членов экспедиции с увлечением рассказывал о своей сестре гортензии какая она красавица какая она замечательная и ученые послушав его недолго думая решили окрестить вновь найденный кустарник гортензий потом позже когда ее уже привезли в европу ученые назвали гидрангия гидра это вода ангус по-моему я могу ошибаться это сосуд в общем это отражает то что все гортензии очень любят воду и любят когда их хорошо хорошо поливают не забывайте об этом при уходе но вот именно какой-то неизвестной французской принцессе по имени гортензия мы и обязаны названием этого замечательного кустарника такая вот интересная история хочу отметить один момент что касается гортензии крупнолистный именно этот кустарник у меня это не сортовой кустарник это просто видовая гортензия макрофила ну то есть я предполагаю что она видовая бабушка привезла ее в свое время из сочи там она растет повсеместно те кто были в сочи в адлере наверняка ее там встречали она очень много где растет просто в виде живых изгородей но те гортензии которые я после того как научилась сохранять побеги у этой пыталась покупать и сажать в саду на всевозможных выставках мне попадались очень красивые сорта с крупными цветками с щитковидными плоскими соцветиями с крупными всякие разные в том числе известная многим endless summer которую как утверждают может свести и на побегах текущего года так вот ни одна из этих гортензий сортовых к сожалению у меня в саду жить не стало живет только это видовая все сортовые к сожалению вымерзают возможно это связано с тем что кусты были маленькие может быть с возрастом зимостойкость повышается такое тоже бывает но если у этой даже маленькие отводочки хорошо зимуют под общим укрытием я их потом отсаживаю уже несколько раз так делала и они прекрасно себя чувствуют то вот к сожалению сортовыми у меня такого счастья не случалось они очень плохо себя чувствовали мне не удавалось сохранить побеги на зиму и рано или поздно все они к сожалению погибали как только зима случалось сколько-нибудь более суровое что касается endless summer к сожалению я потом уже и читала что даже несмотря на то что заявлено что она цветет на побегах текущего года в том числе все-таки гораздо более обильное цветение у нее на прошлогодних побегах также как у всех крупнолесных гортензий и точно так же как и сортовые прочие гортензии она у меня в саду чувствовал себя не очень хорошо она повыносливее но вот того самого пышного цветения как на этой несмотря на то что заявлено что она цветет и на побегах текущего года никакой обильности речь не шла все-таки если вам хочется чтобы гортензия цвела пышно и обильно как моя нужно сохранять побеги на зиму нужны пляски с бубнами без этого к сожалению никак но хорошие новости этот вид гортензии наверное один из самых капризных из тех что растут в средней полосе ну а все остальные которые сегодня буду показывать уже не укрывные цветки на гортензии макрофиле держится очень долго вот она зацвела где-то в середине июля наверное может даже чуть пораньше одновременно практически с розами и до сих пор цветки держится вот чуть-чуть на самых первых цветках появились признаки увядания они немножечко позеленели но кстати до сих пор появляются новые соцветия так что примерно с середины лета и до самых заморозков практически этот кустарник будет в цвету и смотрится на мой взгляд абсолютно шикарно никогда в жизни не откажусь от нее даже несмотря на все проблемы и сложности с укрытием это наверное самое эффектное растение в моем саду без преувеличения и еще один момент по поводу голубых гортензий вот вы видите у меня на маленькой гортензии голубые цветы я очень рада что мне наконец удалось этого добиться дело в том что когда я начала читать про гортензии я узнала как их сделать голубыми и я свой большой куст посыпала удобрением привезенным в свое время из франции до сих пор не могу найти подобное оно было гранулированное его нужно было рассыпать один раз весной под куст и после этого гортензия становилась стабильно голубой но точнее не прямо голубой она была точно такая же какая-то часть цветков голубые часть фиолетовые часть розовые после того как у меня эта коробка закончилась я перепробовала массу разных средств и у меня ничего не помогало у меня гортензия оставалась розовой пока я не попробовала полить вот эту оказалось все дело в количестве видимо мой куст просто слишком большой и тот объем который указывает на пакетиках он рассчитан на маленькие кусты так что теперь буду на следующий год лить квасцов побольше я пользуюсь покупным нашим средством для голубых гортензий по сути это алюма калиевые квасцы мне кстати кто-то писал под одним из предыдущих влогах что используют средства для бассейнов если я не ошибаюсь то альгитин кажется альгицид какой-то которого составит те же алюма калиевые квасцы но я сейчас честно говоря почитала и побаиваюсь пока использовать потому что я не уверена что туда еще добавляют кроме квасцов полный состав производитель никогда не пишет я посчитала что по стоимости примерно одинаково получается и решила в общем не рисковать все-таки пользоваться специальным средством для гортензий но если вам такое не попадется то имейте ввиду что можно попробовать хотя проводить эксперименты на гортензии конечно страшновато рядом с гортензии макрофилы у меня растет гортензия древовидная это наверное самая простецкая гортензия из всех что растут в наших садах и честно говоря я ее не очень люблю она достаточно рано зацветает это ее пожалуй единственный плюс мне не нравится то что она быстро теряет вид вот сейчас уже точно так же как и макрофилы появились буреющие цветочки смотрятся уже немножко неряшливо ну и в целом куст не очень хорошо выглядит хотя возможно это связано с тем что он у меня оказался не очень в удачном месте потому что рядом растет хмель он на куст ложится и конечно она весь вид теряет потому что хмель во второй половине лета тоже вид теряет он повреждается вредителями болезнями становится такой немножко неряшливый и в начале сезона выглядит намного лучше в остальном если не считать того что вид у нее не очень скажем так на мой взгляд шикарный в отличие от других гортензии из моего сада она абсолютно неприхотлива ничего не требует прекрасно растет и ее нежелательно обрезать низко в отличие от гортензии метельчатые хотя и метельчатую я не режу чуть чуть попозже я про это расскажу в общем она растет сама собой один кусочек от этого куста я отсадила даже за забор она там растет ничего не просит гортензии древовидной хорошо то что вот эти шапочки цветов можно сохранять как сухо цветы они прекрасно засыхают очень долго стоят меня и мама и бабушка раньше ставили их в вазу когда мы не жили на даче зимой не ездили и они до весны стояли в вазе иногда то есть мы весной приезжали и они еще хорошо выглядели то есть они если их додержать до вот состояние когда уже цветочки позеленеют и тогда уже срезать они прекрасно стоят засыхают консервируются из них можно делать очень красивые композиции если вы любите сухоцветы эта красавица у которой я сейчас стою под прошлым видео собрала немало комплиментов и комментариев это гортензия метельчатая сорта limelight и я ее не режу вопреки рекомендациям обрезать метельчатой гортензии каждую весну достаточно низко я ее не режу почти совсем никак единственное что я делаю удаляю отсветшие вот эти шапки потому что они конечно же теряют вид но больше с кустом ничего не делаю я позволяю ему расти как есть и мне очень нравится она вырастает вот в такую огромную красотку куст уже достаточно старый мне кажется ему лет 20 уже точно есть она вырастает как видите достаточно высокая мне кажется у меня куст 3-4 метра высотой я точно не могу определить размер оператор скажи мне какого на высоты вот метра 3 у оператора то есть точнее глазомер чем у меня он говорит что куст метра три это гортензия должна быть красивого лимонного оттенка до того как порозовеет но у меня она скорее белая я думаю что возможно окраска связана с условиями почвы потому что метельчатой гортензии они как и все гортензии любят кислую почву и на кислой почве они делаются ярче у меня почва не сильно кислая я ничего специального не лью не сыплю под нее то есть никак не подкисляю почву не торфом не хвойным опадом ничем таким и поэтому у меня гортензии не очень яркие но меня это вполне устраивает потому что кустарник абсолютно безуходный не нуждается ни в укрытии ни в каких плясках с бубнами и во второй половине августа это вот такая вот красота явная звезда и центр всех взглядов в саду все кто приходит обращают конечно же на нее внимание она у меня растет тем более что у самого входа в сад и очень хочу попробовать и вырастить черенок в штамбовой форме я встречала подобные в продаже кустарники которые ведут в виде штамба то есть один толстый сильный побег выбирают и дальше уже формируют кустик на штамбе да на деревце что получилось цветущее деревце я видела подобную гортензию у нас у кого-то из соседей на соседней улице мне очень понравилось хочу попробовать вырастить сама кстати летом показывала вам как я черенковала кустарники в том числе эту гортензию и у меня радость несколько черенков принялись поэтому те кто у меня ее просил смогут получить себе маленькие саженцы этой замечательной гортензии но один оставлю себе и буду пытаться вырастить штамп сказала вам про то что лимонный зеленоватый оттенок у моей limelight почти отсутствует но уже на монтаже посмотрела в сравнении съемку недельной давности и нынешнюю и увидела что лайм таки есть но в самом начале распуска еще одним из секретов выращивания этой гортензии является настоятельная рекомендация сажать ее в полутень на открытых местах эти гортензии медленнее растут и соцветия могут мельчать возможно рекомендации сильно обрезать куст связаны именно с этим чтобы стимулировать рост сильных прикорневых побегов в случае посадки на солнце у меня два куста метельчатой гортензии и оба растут в полу тени говорят также если гортензию метельчатую не обрезать соцветия мельчают ну что я могу сказать на съемке размеры соцветий в сравнении с моей головой видны достаточно хорошо тут конечно еще возраст играет роль чем куст старше тем у него больше сил может на молодых растениях разница и заметно а у меня сильная обрезка кроме более низкого куста ничего не дала лаймлайт не единственная метельчатая гортензия у меня в саду еще у меня есть сорт pink diamond она отличается строением цветков если у лаймлайта это просто шапочки пирамидальной форме то у pink diamond часть цветков вертильные а часть стерильные благодаря чему получается очень интересный эффект часть крупные часть мелкие и все цветочные кисти получать такие очень ажурные и воздушные честно говоря для меня это эдакая золушка потому что когда я ее посадила и она у меня впервые зацвела мне она безумно не понравилась я на нее махнула рукой она у меня некоторое время росла вообще на задворках в самом плохом самом неудачном месте и я ее считала такой неудачной покупкой но раз уж купила то выбрасывать было вроде как жалко и рука не поднималась ее выкопать и она у меня довольно долго росла в одном месте не в самом удачном и ничем меня особенно не радовало потом я решил ее пересадить пересадил ее вот сюда в тенистое место и тут она у меня тоже сидела много лет она у меня тоже достаточно старая вот сейчас она уже выросла большая и нравится мне гораздо больше все таки метельщатой гортензии хороши именно объемом и мощью что ли куста точно так же как и лаймлайт я ее не режу ничего с ней не делаю она у меня растет сама собой у меня рядом с ней растет виктория которую я вам уже показывала несколько раз очень красивый сорт клематиса про него каждый раз меня тоже спрашивают еще раз это сорт виктория один из моих самых любимых сортов клематиса и он чуть-чуть пускает свои побеги на гортензию получается очень красивый эффект когда клематис ложится на нее вот в этом году он ложится на нее не стал не каждый год он так делает но когда это получается то смотрится очень здорово когда кустарник увидит еще и клематисом и цветки клематиса смешиваются с цветками гортензии гортензии метельщатые родом из японии китая но в отличие от макрофилы они гораздо менее прихотливые и в наших условиях в условиях подмосковья укрытия на зиму никакого не требуют ну если только может быть в самые первые годы хотя я свои саженцы даже после покупки ни разу на зиму не укрывала они у меня растут без укрытия и подмерзали за все время буквально один или два раза самые суровые зимы при этом не критично вообще у меня в саду гортензии растут все очень хорошо я связываю это с тем что у меня во-первых достаточно тенистый сад хотя кстати читала что в средней полосе гортензии все-таки рекомендуют сажать на более солнечное место нежели на юге вот южных регионах гортензиям в обязательном порядке нужна полутень плюс у меня глинистые влажные почвы очень часто много чего замокает я вам уже жаловалась на это в начале сезона и для гортензии такие условия идеально подходят я думаю что поэтому они очень хорошо у меня растут и радуют вот таким вот шикарным цветением еще момент у гортензии корневая система залегает не глубоко и корни преимущественно распространяются в ширину далеко за пределы кроны и важно поддерживать влажность в этом верхнем слое почвы у меня благодаря тяжелым глинистым почвам и частой переувлажненности условия для этих красавиц практически идеальные получается я вам обволвилась в нашем видео посвященном лестнице к беседке что планирую перенести к ступенькам мозаику вот начала их выкапывать я на самом деле не знаю получится ли ее перенести без потерь дело в том что здесь мозаика диаметром в метр и масса я думаю не будет не маленькая я не знаю сможем ли мы ее перетащить туда и не поломать насколько я помню здесь достаточно толстый слой цемента где-то сантиметров 10 если я не ошибаюсь и плюс она лежит на геотекстиле поэтому я очень надеюсь что нам удастся ее все-таки перенести или хотя бы перекатить и не поломать при этом я выкопал уже почти все камушки гранитную брусчатку которой обложено было солнышко они уже очень сильно ушли в землю практически все скрылись под слоем грязи у нас дело в том что здесь достаточно низкое место и в этом году плюс было много дождей и все здесь заливала водой несколько раз сантиметров по 15 слой воды стоял в общем все это утопает землю виду уже никакого нет ну вы видите наверное что мозаика вся такая грязненькая страшненькая и в общем то практически сложно разобрать что тут изображено мне хочется ее перенести на парадное место где она будет красиво смотреться ну и плюс все-таки хочу я сделать мозаичную дорожку хотя муж периодически меня отговаривает уже нашла склад камня где продается декоративная галька и надеюсь что если все сложится то в этом сезоне от снимем вам видео по садовой мозаике но пока занимаюсь подготовкой эта мозаика уже очень старая и больше 10 лет но как видите до сих пор ничего не потрескалась и не отвалилась я делаю из полированной гальки покупала специально гальку в трех цветах черную бежевую и белую хотя сейчас из-за ее состояния цвета наверное уже не разобрать как перенесем и отмоем я обязательно покажу ее во всей красе можно такую мозаику сделать и из обычного гравия у меня есть и такой вариант но для аккуратного ровного рисунка как здесь нужно все-таки калиброванная рисунок для дорожки еще не выбрала склоняюсь к сочетанию мозаики с крупнокалиберной плиткой возможно пущу туда часть гранитных кубиков перед лестницей они все равно не поместятся полностью ну что же как обычно я жду ваши вопросы замечания комментарии под этим видео буду рада с вами там пообщаться на на сегодня все всем пока